Почему все популярные блогеры такие классные, красивые, веселые, остроумные, а вот когда вы включаете камеру, вы и двух слов связать не можете? Все дело не в вас, а в тех навыках, которыми вы пока не обладаете. И это видео как раз-таки вам расскажет, как протренировать эти навыки, перестать стесняться и, наконец-то, начать снимать свои видео. С вами YouTube-продюсер Влад Козыров, у меня очень много опыта, мне можно доверять. Помчали! Очень распространенный миф про ютуберов и блогинг – это то, что вам нужно складно и красиво говорить. Но на самом деле вам просто нужно уметь произносить слова, а вот дальше на монтаже происходит вся магия. Реально, я сколько не общался с людьми, они говорят, слушай, ну вот как они так красиво и круто говорят и вообще не сбиваются? Ребята, все сбиваются. Распространенный, поэтому сильно, если прыщ, а вот если, а вот если это как вместо, это, это как, это куп... И то, что у вас не получается сказать одним дублем что-то сразу на 10-15 минут – это нормально, и я сбиваюсь. И вам просто не передать, насколько косноязычные некоторые популярные блогеры, которых я реально лично знаю. Но нету у них какого-то острого заточенного языка и невероятной какой-то дикции и лексики. Это просто люди, которые в определенный момент кое-что сделали с собой. Об этом мы разберемся чуть позже. Но в первую очередь вам надо понять, что, во-первых, вам не нужно уметь говорить просто бесперебойно. А во-вторых, на вас всем плевать. Почему вы думаете, что когда вы запишете свое первое видео, мир изменится и все такие «Оу, а он-то на самом деле или она вот такие?» «Не буду с ним больше никогда общаться». Ну такого же не произойдет. И если вы боитесь реакции своего ближайшего окружения, друзей, родственников, коллег, да кого угодно, не показывайте им ваши видео. Более того, я даже для правильного продвижения не разрешаю своим клиентам показывать свои первые ролики, пока они сами органически не выбились в рекомендации под другими похожими тематическими роликами. Если ваши друзья не смотрят такой контент и ту тему, которую вы создаете на Ютубе, вы вообще это все можете испортить этими просмотрами. Поэтому я надеюсь, что эти вводные для вас сильно упрощают ситуацию. Следующее, что нужно понимать, это то, что это нормально, что вы сами себе не нравитесь. Так работает человеческий мозг. Мы сами из-за вот этих вот вибраций в голове немножко слышим свой голос по-другому, не так, как он звучит на самом деле. И сами на себя в зеркало мы каждый день не смотрим. А надо бы. И на камеру тоже надо бы говорить. И хотя бы какие-нибудь истории, хотя бы начните тренироваться с каких-то влогов. Вот я сегодня иду туда, вот делаю то-то. Поговорите с камерой, поговорите с зеркалом. Привыкните к тому, что вы такие, какие вы есть. И не пытайтесь это исправить. На начальном этапе нужно создавать ролики, только те, которые вы можете сделать, собственно говоря, здесь и сейчас. А если для ваших роликов вам нужно похудеть на 5 килограмм, научиться классной дикции и еще стать остроумным, и еще купить новую камеру, и еще что-то, что-то, что-то сделать, вы так и не начнете снимать видео. И вы так и не начали. Я угадал, да? Поэтому смотрите на себя как можно больше. Привыкайте. У вас постепенно уйдут из речи слова паразиты. Вы почувствуете сами, медленно или быстро вы говорите, но только тогда, когда привыкнете к себе. Поэтому начните этот процесс как можно раньше. Ну и когда вы только начинаете, убедитесь в том, что на съемке вам ничего не мешает. Это касается даже вашей одежды. Одевайтесь так, как вы себя будете чувствовать комфортно. Если вы хотите, блин, записывать ролики в пиджаках, ну записывайте в пиджаках, какая разница. Если это вам будет придавать уверенности, и вы стесняетесь говорить, стесняйтесь говорить в пиджаке, но только пускай вы будете стесняться чуть меньше. Часто бывают и какие-то абсолютно интересные инсайты, которые я ловил из своей практики. Вот у меня работал со мной профессиональный продажник. Он прям суперкруто продавал, он прям очень дерзкий, очень смелый. Но вот когда включалась камера, он превращался в какой-то «Отё-тё-тё-тё, помогите мне, пожалуйста, не знаю, что говорить». И еще-таки я как-то у него спросил, и оказалось, что его снимала его девушка. И он в камере принимал ролевую модель не суперкрутого самца-продавца, а какого-то скромного поймальчика. Да, дома, в семье, с своими близкими, для мамы я всегда сынок, для девушки я всегда мой-то-мой хорошенький. Но в камере-то все не так работает. Поэтому какие-то близкие, возможно, родные люди, которые у вас на фоне где-то мелькают или сидят у вас за камерой, они реально вам будут мешать. Я вот только буквально недавно перестал стесняться и выгонять всех из своего дома, когда я записываю ролики. Сейчас это происходит все достаточно свободно и спокойно. Но вот когда-то меня это супер отвлекало. И вам тоже советую за этим следить. Даже за своей внешностью. Если у вас вдруг выскочил прыщик, и даже если вы мужчина, ну замажьте вы его тональным кремом, если вы об этом очень сильно переживаете. Не беспокойтесь, тональный крем на камере не будет виден. А вот если то, что у вас есть прыщ, мешает вам снять ролик, пожалуйста, не откладывайте из-за этого съемку. Если бы все звезды откладывали съемку, когда у них выскакивают прыщи, они бы никогда в жизни не стали бы звездами. Вот. Поэтому подготовьтесь к съемке, но не только в этом контексте. На самом деле, я уже много раз говорил, что готовиться в контексте сценария, это немножко уже зашкварно, да? Ну вот писать, прям каждое слово, это не работает. Если не знаете почему, посмотрите в других роликах на моем YouTube-канале. Надо готовить именно якорные планы. Эти якорные планы мы готовим для наших клиентов. В общем, пишите условно первые фразы, наметки, вектора вашей мысли, которые вы хотите передать. А после уже оглашайте эти мысли в ролике. То есть, как у меня сейчас написано, подготовьтесь к съемке, подготовьте тезисы, а дальше я уже рассказываю от себя. Мы ведем с вами диалог. Он живой, он свободный. И поверьте мне, так намного проще. Это не проще, чем просто читать текст суфлера. Суфлер вас не спасет, если вы не профессиональный ведущий. Если вы стесняетесь говорить, то работать по суфлеру, это как я не знаю. Это примерно как купить Феррари, чтобы быстрее научиться водить. Да, это нелогично. Круто ездить на Феррари, сможет профессиональный водитель, либо тот, кто умеет уже погонять. Но точно не тот, кто вчера получил права. Точно так же и с видео. Для суфлера нужна нифиговая такая подготовка. А вот чтобы просто болтать, как мы с вами сейчас болтаем, не нужно фактически ничего. Это ничем, понимаете, разговор на камеру ничем не отличается, чем разговор в реальной жизни. Вы просто пока не привыкли. Ну а если вы никак не можете совладать с собой и справиться, то приходите к нам на креативное продюсирование. Мы уже занимаемся Ютубом. Пятый год у нас огромное количество каналов. Мы для наших клиентов и придумываем идею ролика индивидуально под запрос клиента. И прописываем якорный план. И делаем все от начала до конца по монтажу ролика. По тому, чтобы все красиво было. Да, поставим вам камеру, свет. Объясним, что надо покупать, что не надо покупать. В общем, мы станем вашими полноценными проводниками в мир Ютуба. Мы сделали кучу каналов-миллионников. Мы помогли людям первыми роликами на их каналах добиться очень крутого результата. Хотя до этого они никогда даже не снимали себя на камеру. Мы можем помочь абсолютно каждому. У нас самая большая команда, которая занимается продвижением Ютуб-каналов. У нас больше всех на рынке популярных кейсов. И непопулярных кейсов тоже более чем. Мы делаем это круто, профессионально и быстро. И с нами вы не только заговорите, но и начнете зарабатывать. Будь то на Ютубе, будь то на собственных продажах благодаря Ютубу, да, предприниматели это вообще у нас самые частые клиенты. Вот, поэтому ссылочка в описании, переходите, кликайте на бриф и обязательно заполните его, если мы ваш кейс сочтем продвигаемым. Мы не за каждый канал беремся, а только за тот канал, который, собственно говоря, из которого мы можем сделать пулю. Поэтому, если мы вам ответим, то мы обязательно соберемся от полчасика, соберемся на встречу, все обсудим в деталях, что вам нужно, какие у вас цели от Ютуба. Обязательно их выполним вместе. Ссылочка в описании, приходите к нам на креативное продюсирование. Ну и, конечно, вы сами должны работать над своей речью. Нет, я не говорю о том, что вам нужно идти исправлять, например, какие-то дефекты в вашей дикции. У меня их тоже более чем. Ну, точнее, один. Я не выговариваю мягкий звук буквы R. Рембрандт, религия, регалии. Видите, мне сложно выговаривать эту букву R, но я абсолютно осознанно ее не исправляю, потому что для меня это не баг, а фича. Это делает мою речь более узнаваемой и, да, вроде как не звучит как-то отстойно. И люди, которые пытаются исправить все, прежде чем снять свое первое видео, не снимут его никогда. Но делать какие-то разминки для дикции, например, вот такие, точно не помешает. Просто поставить сюда вилку и потренировать мышцы, языка, и щек, прежде чем начать говорить, помогает и мне, и вообще всем. Вы просто чувствуете лучше немножко свою речь. Ну и, конечно же, эта работа поможет вам развивать и себя, как человека, а не только ваш блог. Поверьте мне, когда вы спокойно разговариваете с камерой, вы сможете спокойно разговаривать сразу с большой группой людей. Вы, скорее всего, станете самым-самым уверенным в том обществе, в котором вы находитесь. Если ваш YouTube-канал еще и стрельнет, вы с большой долей вероятности станете еще и самым богатым в вашем окружении, но это немножко уже про другое. Поэтому тренируйте свою речь и тренируйте ее, в том числе, записывая ролики. Не кушайте перед съемкой. Профессиональным ведущим запрещают кушать минимум за три часа до того, как они будут записывать ролики или телепередачи, неважно что, шоу. Потому что естественные процессы так работают, что вы зарыгаете все в своей комнате и все для своих зрителей. Вот. И не пейте газировку. Вот водички и все в путь, дорогу. Поэтому, если вы будете очень долго планировать съемку, чтобы записать сразу контент-план на месяц, а прямо перед съемкой попьете какой-нибудь фанты или покушаете очень вкусненько или банально не выспитесь, съемка сорвется. Потому что вы можете скорее всего выполнять свою работу, даже находясь в плохом настроении. Но вот если вы не профессиональный ведущий, то быть классным в кадре, если вы банально уставший, у вас скорее всего не получится. Поэтому приведите себя в форму, будьте в хорошем настроении. И даже если вы волнуетесь перед этой съемкой, просто приведите себя в физический порядок. И ни в коем случае не пытайтесь казаться тем, кем вы не являетесь. Вот очень многие люди начинают почему-то включается камера, особенно у начинающих, и они с оператором говорят нормально, и получается крутой ролик, а потом они начинают говорить с камерой, и получается черти что. Потому что они начинают что-то из себя изображать. А не надо никого из себя изображать, вы никого не обманете, люди все равно все поймут, люди все равно все узнают. будьте такими, какие вы есть на самом деле. Говорите теми словами, которыми вы привыкли. Только так у вас получится раскачать свой блог, потому что если вам кого-то нужно отыгрывать, то тогда вам нужно как минимум актерское образование. А вы, судя по тому, что смотрите до сих пор этот ролик, стесняетесь говорить, так куда вам кого-то отыгрывать? Самое главное, а зачем вам это нужно? Вы что, считаете, что если вы отыграете какой-то образ, которому хотите соответствовать, он понравится людям больше, чем вы есть естественный? Да нет, да посмотрите на известных людей. Они не все красивые, не все худые, не все прекрасно говорят. Многие ругаются матом, многие картавые, многие шепелявые, многие прыщавые, многие... Короче, много просто нехороших людей среди популярных. Так как-то происходит, да, в принципе, как и во всем. Вот, поэтому то, что вы супер классный, крутой, красивый и прям очень остроумный, как вам кажется, не поможет вам в долгосрок. Вы можете убить на это очень много времени, а то, что вы не будете естественным, не будет позволять вам записывать эти ролики всегда, из практически любого состояния, в котором вы находитесь. Если вдруг вы уже решили забить на свою идею и начать свой блог, выкладывая какие-то чужие ролики на какой-то озвучке, с каким-то текстом, не знаю, насмотрелись экспертиков по американскому ютубу, кстати, разоблачение на все эти схемы заработка вот тут вот есть, и решили создавать уже контент все вот только без лица, то остановитесь, пожалуйста, нет ничего маржинальнее в этом мире, чем ваш личный бренд, чем ваши собственные какие-то суперспособности, профессия, бизнес и так далее. Со 100 просмотров уже можно получить первые заявки и первые покупки, а вместе с нашей командой прийти к хорошему результату и масштабировать продажи, свой бизнес, свое дело, выполнить абсолютно любую цель, которую вы перед собой ставите намного проще. Приходите к нам на креативное продюсирование и смотрите вот эти ролики, они в отличие от креативного продюсирования абсолютно бесплатны и обязательно подписывайтесь на канал, также ставьте лайки, если это видео вам понравилось. С вами был ютуб-продюсер Влад Козыра, спасибо, что досмотрели его до конца, всем пока!